Мик, ты уверен, что грудь сегодня ты хочешь сделать? Все люди просят плечи или спину Идите вашему Как это делать, наверное, спину? Ну только плечи давай тогда Владимир Владимирович Путнич, что сказал, слышал? Все американские профики, особенно топовые Никто никогда в жизни не поделится с тобой информацией о тренировках 8 раз в 20-ке, 10 раз в 15-ке и 12 раз в 10-ке Поехали Магазин покупают у импортера Магазин все делает честно Все Генетик, подписывайся Будет интересно Все, вы проголосовали Просили снять либо спину, либо плечи Набрали больше всего лайков в две эти мышечные группы Но все-таки у нас есть сплит У нас есть подготовка Соответственно, сегодня будут плечи Только для вас И первое упражнение С верхнего блока Тяга к колбу Акцентированное движение для средней И задние дельты Формирует именно округлое плечо Заднюю полусферу, так скажем Заднюю часть, которая вот здесь Отягощение, грубо говоря, к колбу Локти идут выше плечевого сустава Основная задача Завести локти за затылок Таким образом выполняется стяговое движение К себе Вес рекомендую ставить по возможности Большой после разминки Единственное, что важно для нас Это, чтобы вес был такой Чтобы не терять равновесие Если прям очень-очень вы сильный И очень-очень легкий Да, и вес вас перекидывает То это упражнение можно сместить Ближе к концу тренировки Когда вы будете уже утомлены Ваши силы станут меньше И вес вас уже не будет перетягивать Но это чисто для тех, кому там Кого перекидывает максимальный вес В этом тренажере Начал тебя спросить Все-таки два кардио И вот мне вторую Вот сейчас еще точно тяжело стало даваться Теперь график такой Тренировка Кардио Вечер позирования У нас с этими вот проверками По магазинам Там все Полупаника Ну как это Вот вообще Вот эти проверяющие Вот эти все органы Их сейчас жестко же вообще там Жесточенно дерут Знаешь, что самое страшное С функционки? Это не протеины Продукты питания Сырые, мясо Молочка Да не обязательно молочка Мясо А мясо сырое? Конечно Владимир Владимирович Путин Что сказал, слышал? Путин сказал следующее Что несмотря на все зародительные меры Неимоверное количество Контрафактной И в то же время санкционной продукции Продолжает поступать На территориальной федерации Через Беларусь Беларусь Сейчас ты поставишь 80 миг Это же если мне легко То тебе тем более легко Не, не, да где? Ешкин кот Ну как скажешь, конечно Ну, блядь, реально легко А я три месяца не качался Ну я-то делаю Безконтрольно А я, бля, бесконтрольно Да не, не Три месяца не качался Блядь, а я на диете уже сколько сезон Тоже, пожалуйста, не имею ввиду Ну ты здоровый Ну ты здоровый, что ты ноешь? Ребята Все Кто готовится Кто сидит на диете Не забывайте Очень важно работать с тяжелыми весами Тяжелые веса сохраняют ваши мышцы Это раз Они делают ваши мышцы жесткими Глубокими и проработанными Поэтому не надо уходить в режим 100 по 50 И пытаться сжечь все свои мышцы Мы работаем в таком стиле памп плюс силовой Тебе кто разрешал ружье делать так спокойно Семьесом, с которым делаю я? Ну, как видите, в случае моем Когда ваш вес меньше, чем вес отягощения Вот можно упереться ногой Питер будет, кстати, очень, по-моему, опять Достаточно сильный в этом сезоне Единственное, что, так скажем По наклонности скатывается уровень соревнований И выставки теперь Она как бы будет Но выставка теперь будет раза в три меньше, чем обычно И так-то она была печальная, скучная, некрасивая, отвратительная А теперь выставка будет еще меньше Опять же, махи мы сейчас будем делать С акцентом на Опять же, заднюю часть полусферы плеча У Михи и так очень доминирующая передняя дельта Как, в принципе, и у меня Поэтому мы делаем Среднюю дельту плюс заднюю акцентом Встаете, ноги широко Также руки на бедрах Но стоите вы не прямо, чтобы акцент шел только на среднюю дельту Вы наклоняетесь вперед И мах идет, опять же, через середину наверх И в работу включаются средние и задние дельты Чуть-чуть больше в бок локоть, чтобы выше была амплитуда Вот так-то Так сильнее сокращение Так хорошо Ты даже стоишь правильно Больше делай вес, потому что Сейчас 17,5 возьму, да? Да Давай, бери 20 сразу А я как раз возьму 15 твоим Ну давай Гантели на карманы опускай, не перед собой Миха, слышишь меня? Вот ты знаешь, смотри, я делаю с двадцатками В принципе Но вот если я возьму 16,5, как мне кажется У меня амплитуда будет больше Как скажешь? Тогда ты будешь делать сейчас 8 раз двадцатки 10 раз пятнашки И 12 раз десятки Поехали Не, я хотел бы посоветоваться Нет, я уже говорил Ты знаешь, по большому счету Можно есть примерно 4 раза в день Мне диету держать вообще ничего не стоит Меня вполне устраивает Вот та еда Я вот ем Допустим, последнюю неделю у меня вообще рыбная Я, конечно, ем только рыбу Эту неделю, которая начнется с понедельника Я хочу перейти на индейку Буду есть индейку Единственное, что мне объективно не хватает Вот Денег Ни риса, ни макарон Тем более сладости Сладости я, в принципе, не люблю Мне не хватает фруктов Вот если бы я мог Ты делал фрукты месяц Вот Вот Было вообще идеально Как будто бы ничего и не было Вот выступишь, будешь есть фрукты Да, да Вот я о чем говорю А так диета, в принципе, меня не напрягает абсолютно Будешь есть фрукты и мертвецчину Мясо Внизу Чуть ниже ушей Параллельно ты держишь гантели То есть не опускаешь Не везде на связку, да? Напряжение стоит Спину упирает Да Ну, все в напряжении И на выдохе ты Выжимаешь Жим Арнольда Нет, жим Арнольда выглядит вот так У него есть неприятный момент Как бы и неправильный То, что сильное растяжение Плюс нагрузка Ничего можно повредить На грудной отдел позвоночника С большими гантелями И получается, что Веса нет Стоит все на связках А в этом же положении Краски отсюда начинается основная работа Самая эффективная И как бы мы бесполезную часть амплитуды убрали И выполняем самую эффективную Тем самым и движение более эффективное И вес больше рабочий Очень хорошо Такую жопу в скамейке еще сильнее придвинь Вот И локти больше в сторону То есть вот ровно Прям ровно Со сторонам у тебя руки И гантели прям Они должны как две стрельбы смотреть в сторону зеркала То есть должен стараться Вообще вот в линию с корпусом В руку выводить Ну что, двадцатки пока возьмем? Двадцать пять Двадцать пять даже Я стоя поделаю уже Ну, ребят, прям сильно рекомендую Очень крутое движение В крайней степени эффективное В чем еще бонус? Мих, параллели по врачу гантели, не забывай В отличие от жима гантелей классического За счет сложности определенной в движении И вот этой вот амплитудности Вес чуть меньше рабочий И вероятность того, что вы опять же травмируете плечевую сумку Ниже Потому что я помню в свое время У меня как-то полтинник повело И вот у меня рука вместе с полтинником Так и провернулась по кругу Потому что я его не мог скинуть Очень скажу вам больно Всех приглашаю на СНПРО На стенд, по-моему, 5А Скорее всего Ну, по крайней мере, центральная, главная аллея Стенд компании Венетик Лаб Буду дико рад вас всех видеть Мы постараемся подготовить Интересный стенд Интересные конкурсы Скажем, небольшой перформанс при угощении вас Мы этот перформанс, думаю, возможно, обкатаем на Питере Если там обо всем договоримся Но очень крутые штуки придумали Прямо Я тоже сделал все возможное Чтобы найти время свободное С удовольствием тоже Ну, хотя бы в субботу приезжай Прямо вот забейте на Кубок Питера На Кубок Москвы Смотреть там нечего Нет, Кубок Питера Выставка неинтересная Такое ощущение, что выставка Это просто какой-то Это предаток Необъемая часть Инородный предаток Ну да, она вроде как нужна СНПРО крутое Вы лично пообщаетесь со спортсменами Вы лично посмотрите на Реально то, что рынок все-таки существует Как бы он не был дикий В состоянии зародыша, а может выкидыша Но все-таки он есть Не-не, сейчас такая вот генамика Там, блин, вот я СНПРО прям жду Потому что приходите вы Вы заряжаете меня на весь год энергией Чтобы работать дальше Сколько компаний российских сейчас на рынке Представлено питание? Представлено? Я имею в виду в глобале Вот в таком Ну, действительно, как бы не просто Бренды, нормальных брендов Относительно нормальных брендов Или компаний всего Брендов в России около 100 Российского производства Меня интересуют именно вот те компании Которые могут Короче, смотри, я бы лишь Не побоялся выпить Генетик Стилл Пауэр Академию Т Гион И, наверное, замыкающими Ребят из Сибири Ну, Тропушка, короче, называется Как так? Вот, естественно, наверняка Есть еще хорошие бренды Наверняка есть честные ребята Которые делают честно Просто я не совсем могу быть в курсе И не обладаю информацией Ну, например, эту пятерку брендов Я бы не постеснялся ставить на полки магазинов Я бы не побоялся на выставке их выпить К большинству я бы даже не подошел Потому что провести субботний вечер на толчке Плохое мероприятие Да нет, это даже как бы не в этом плане Я уж не думал, что так уж явно Да пиздец, Миша Ты не думаешь, а я знаю Пиздец Я как спортсмен В гаражах делают Миха, в бетонномешалках Блин, тут крыса пробежала Ее ногой вот так кнули Я просто как спортсмен И очень топовые бренды делаются Да, не называя И известные люди Такие известные делаются Не называя топовые бренды Просто я на подготовке Как-то года, наверное, три назад Купил себе баночку одних наших На тот момент еще не такой большой выбор был питания Российского именно Одного из самых известных представителей Баночку БЦАши Они мне тогда казались такими вот сладкими А что... Фруктовка Я могу сказать, что Пил я их два дня Плюс Три-три с половиной килограмма воды Вот два дня Считаешь? Просто вот Ну тебя сильно заливает, Миша Ты особенный, блядь Три с половиной Тебе любую херню дать понюхать неправильную Немножко тебя уже зальет Ну, короче, есть хорошие бренды в России Прям есть И я буду признателен лично И думаю, все остальные ребята, которые честно работают Будут благодарны, если вы Попробуете хотя бы И если вам понравится Остановите свой выбор на Российском производителе Естественно, есть товары Которые мы по Санпину не имеем права в России производить К примеру Трибулус К примеру Герань Не может использоваться В производстве спортивного питания в России Еще большое количество других добавок Есть нормы Веществ И каких-то мы там не можем превышать Например, мы выпустили суставник Да И есть суставник Прям практически копия состава нашего Только он похуже Я, кстати, потом сделаю отдельный выпуск Для наших партнеров Для магазинов Ну и думаю, будет он в общем доступе Чем, например, суставный комплекс Глюкозамин Хондроитин и МСМ Лучше, чем суставник С похожим количеством В миллиграммах вещества От Ultimate Nutrition Ну, смотрите Ultimate 90 капсул И написано Порция 3 капсулы за раз Выпивать А мы же по российским нормам Не имеем права 3 капсулы за раз рекомендовать вам Потому что Уже превышение российских норм Потребления веществ Поэтому мы пишем Что да 90 капсул Но мы должны указать Что порция 1 капсула Хотя в обеих банках По 90 капсул Примерно одинаковое количество Вещества Но из-за норм Они могут Порцию делать 3 капсулы Мы указываем порцию 1 капсулу Ну, естественно Я вам могу сказать Ребята, берите И пейте 3 капсулы за раз А если У кого-нибудь Эквоники указать Нет, есть нормы Есть адекватное употребление веществ И есть максимальные нормы Употребления веществ Вот мы везде По максимальным нормам Допустимым Потому что Ну, благо У меня крутые специалисты Да, они это все изучают Но это вся литература Наверное, только у нас Этикетка соответствует Всем нормам У единственных Хотя мы допиливаем Дальше и дальше Просто пока на самом деле Рынок спортивного питания Никем не проверяется Ребята И это как бы С одной стороны Наверное, плюс для многих брендов Для нас это минус Потому что пришли бы сейчас Всех проверять Всех бы так глубоко выебали А мы бы отдыхали У нас все окей Подожди Пока просто я могу Это я, кстати, могу парировать Сейчас И объяснить почему Специалистов В подобных областях Очень немного Но я прикинул А откуда в роспотребе Люди разбирающиеся в спортпите Есть специалисты Но просто По БАДам, скорее всего Отличие есть Смотри Сейчас спортпит Это В процентном соотношении От их общей работы Это 2-3% Меньше? Ну даже еще меньше Меньше, меньше Они поэтому сейчас Просто львиную Долю Времени и сил Тратят на другие продукты У них руки не доходят Более важные Но они дойдут Они дойдут Как только сейчас Или разберутся Как только сейчас Уменьшится Но оно в любом случае Уменьшится Количество поставляемой продукции Из-за рубежа Это даже Не в силу того Время освободится А работать надо Не в силу того Что это Санкции И все остальное А в силу того Что просто это дорого А в России В ближайшее время Денег точно совершенно не будет И как мне кажется Когда пройдут выборы Президентские А это случится очень скоро Через год Станет еще хуже Ребят Поверьте Поэтому Скажи всем Куда всем бабки ныкать Закапывать под матрас Или Знаешь что я скажу Я скажу так Или пули покупать Деньги нужно ныкать Все Не надо тратить Не надо сейчас жаровать Не надо покупать дорогие машины Не надо в большом количестве Тратить последние На поездки На отдых Не знаю Если есть возможность отдохнуть Отдохнуть конечно надо Но не последние Надо чтобы какой-то запас был Потому что Будет тяжело Я думаю что после выборов Президентских Будет очень тяжело Мы храбримся Но Наша экономика Она сейчас конечно И Тебе можно это говорить? Или это надо вырезать? Я думаю что И Америка И Европа И все остальное Как бы У них большие проблемы Что говорить про нас? А когда у них проблемы У нас еще больше проблем Конечно Ребята Вот эту тренировку Ну опять же Прямо берите в арсенал Я думаю что мы Сегодня сделаем Фактически все Наиболее эффективные И наименее травмоопасные Упражнения Естественно Еще сильнее Снизить травмоопасность Использование тренажеров Но в тренажерах В принципе я думаю И без нас справитесь Естественно там есть Амплитуда заданная Механизмом И вы там не травмируетесь Но эти вот упражнения Которые мы сейчас делаем Очень четко попадают Задействуют максимальное Количество мышечных волокон Ваших Дельтовидных Ну эффективнее конечно Чувствуется лучше Поработка Амплитуда другая А сейчас мы будем делать Тягу к подбородку Я предлагаю пойти В ту стоечку Там будет удобно ложить Длинный гриф Можно взять Комфортный И выполним мы Тягу к подбородку На среднюю дельту И в этом движении Включается загривок Трапеции Что очень важно И потом мы еще отдельно Делим трапецию С задней дельтой Хочется такая Объемная тренировка Дельты любят Объемный тренинг Ребята Дельты прямо Они скажут вам спасибо Если вы будете качать их Много Относительно высокими Весами Многоповторно Они вам скажут на это Они вам скажут на это То что на вас не будут Нализать рубашки Ну кстати я купил И заказал себе Заказал сейчас вчера Ну я не я заказал Нифига Анютка моя Заказала мне Чтобы я мог померить В разных цветах Самый большой размер Хочу 18 рубашек Должны прийти в один магазин И я пойду их мерить Может кто-нибудь налезет Вот Потому что Проблема с рубашками Как вот этот покупает Себе одежду Я вообще не знаю Смотрите какой клевый тренажер Пока он собирается Опять в телефон играет Тягивать подбородку Важно Не беритесь узко При узкой очень Постановке рук На грифе У вас будет максимально В работе только трапеция В большинстве случаев Культуристам Ее дополнительно Нагружать не нужно Она и так растет Плюс огромная трапеция От ушей Будет съедать Ширину ваших дельт И в общем В визуальной структуре Трапеции должны быть Но не сверх гипертрофированные Поэтому Мы беремся На ширине плеч Либо чуть шире Снимаем Опять же Подсогнутые колени Прямая спина Все дела Тут все стандартно На выдохе мы делаем усилие И мы тянем Штангу вверх Посмотрите сейчас на меня Видите, я тяну наверх локти Забудьте про гриф Вы часто будете видеть Что делают движение вот так И поднимают высоко штангу Ваша цель Не поднять штангу высоко Ваша цель Проработать максимально сильно мышцы А соответственно Нужно тянуть выше амплитуду Значит локти максимально Наверх Ну для начала Ты сделаешь Сейчас Покажешь Что ты будешь делать Руки на ширине плеч Либо чуть шире Ноги подсогнутые Туда-сюда Пошире руки На край шершавого И Выше локоть Миха Давай Штангу не пытайся высоко вытянуть Пытайся локоть выше вытянуть Вот как бы у нас Миха не такой Гимнаст как я Ни хера не гнется Пацаны Короче Чей комментарий наберет больше всех лайков Под этим видосом Вообще любой коммент Который вы напишите Тому человеку подгоним Мы в подарок Футболочку Серега Я на тебя положусь Хорошо через неделю Серега глянет Ну там через неделю Через диапазоне У кого будет больше всех лайков Под комментом Надеюсь у вас Вы будете просматривать там почту Привязанную к вашему Никнейму Да вот на ютубе Серега тыкнет Попробует вам написать сообщение Узнает у вас Ваш фио Телефон Адрес Все дела Может там ссылку в ВК Уже свяжетесь с моим Администратором Трет-магазина Получите футболку В подарок Получите скидос 25% Этому человеку Одному И бесплатную доставку То есть можете со скидкой Купить любую продукцию Бесплатно вам ее отправят И еще футболку В комплекте Ты ничего Комментарей не пиши Тем более Сейчас будут Все размеры будут Так что Никого не обидим А то большие ребята В прошлый раз ругались Что были Максимальный размер была Элька Это был по-моему 52-й Вот Хотя кстати на мне Элька ничего Налазит Выше давай Поднимай локти Ну никак Что ты Я стараюсь Ты же знаешь Ну не зря Он блядь Это жалуется Правда тяжелая Еще прикольно Такое движение Делать Можно с гантелей В одной руке Если взяться Второй за какую-то опору Взять гантелю И выполнять Одной рукой Тягу Тоже очень Скажем Имеет место быть Такое движение Попробуйте А дальше мне скажи Вот опять же А почему Все профессионалы Вот объективно Будут такое мнение Что все американские профики Особенно топовые Никто Никогда в жизни Не поделится с тобой Информацией о тренировках О питании И тем более О фармакологии Это и хлеб Ну окей Ты единственный специалист На планете Который умеет Делать какую-то Определенную Крутую вещь Если ты об этом расскажешь Появятся два специалиста У тебя будет конкуренция Конкуренция порождает Снижение цены И так далее Они даже За деньги Ведя человека год Как тренер Не делятся всей информацией То есть Какие-то наработки Прям реально крутые У нас многие ребята В России Я знаю Платили по тысяче долларов За консультацию По тысяче долларов Каждый месяц Чтобы их вели Иностранные тренера Или консультировали Почти от всех Потом была информация такая Рассказывают Во всякую хуйню Типа ешь три таблетки Винстрола И выпей бы Триампур Перед соревнованиями Ну там какой-то Бред просто На отъебись Ты понимаешь Какая ситуация Ведь Ну объективно Велосипедов В этой сфере Уже не придумаешь То есть Они используют Те же Абсолютно Препараты Что и мы все Но те же Слушайте Ну во-первых У них например ИФР Гораздо более распространено Чем у нас в России Мало того У них гормон роста Это инстулинный подобный фактор Мало того Гормон роста в США В большинстве штатов Запрещен Вообще запрещен Как у нас Сероиды Но при этом ИФР у них Разрешенный препарат А в России А в России Его просто нет настоящего Его просто нет Ребята Все фейк Вообще Ну да Нет Ладно Я неправильно говорю Нельзя так говорить Наверняка есть хороший продукт ИФР Можно у кого-то его достать Но я лично не встречал Вот Так будет правильно Подожди Стоп Хорошо Был Динолан раньше Хоть какая-нибудь компания Официально Динамик девелопмент Маврики Динолан Препарат Делает Да Выпускался И в России продавался И Динотроп Гормон роста Продавался Динотроп И он был даже В реестре Лекарственных средств В России Но лицензия Закончилась у него Уже больше По-моему Пяти лет назад На нынешний момент Официально Динотроп В Россию Не поставляется Просто ГР Я могу тоже Сказать Он официально Изготавливается Причем Достаточно Ну я Как минимум Я знаю Как минимум Восемь именований Аптечного ГР Который Амнитроп Джинтропин Нордитропин Сайзен Сайзен Давай еще Потом этот Генотропин Итальянский Генотропин Да Ну джинтропин Китайский У нас Скоро будет Возумь Скорее всего Мы в скором времени Смором продавать Официально По безналу Гормон роста Ждите Товарищи Товарищи оптовики Привет Вот Все будет официально С документиками Вот так Вот мы молодцы Мы работаем над этим Да Так что даже не скажете Что андер А месяцев через 8 Даже возможно Покажу самопроизводство А ведь Самое главное Как ты говорил Что даже вот эти Все препараты Которые импортного производства То что ты сейчас Только что перечислил Они же все равно Сырье-то китайское Ну нет Синтез Некоторые страны И сами делают Я почти уверен Что вот например Наш российский Мне так по крайней мере Была информация Растан Что он делает С китайского сырья Оно закупается Проходит очистку Дополнительную в России И развивается Так было по крайней мере Он плохой Он слабенький Да он даже не слабенький Он очень Вот это понятие Тоннельного синдрома И всего остального У него Чем выше побочные Эффекты гормона роста Тем в большинстве случаев Хуже очистка Вот Но есть индивидуальная Особенность у каждого человека Нужно понять Что это белковая вещь Ну подожди Хорошо Почему я когда использую Нордитропин или амнитроп Меня не заливает Но когда я использую растан Бум сразу же Ну как Особенно с организма Хуже очищен Ну хуже очищен Естественно европейцы Но европейцы и стоят Три раза дороже Да Нет растан стоит дорого в аптеке Я говорю про андер И про европейцев Все равно Европейцы дороже Существенно Растан 1,5 тысячи рублей стоит Ну Блин Или больше даже 15 единиц Тысяча рублей Знаешь сколько стоит амнитроп Знаю 5200 За 20 единиц По моему За 15 единиц 4800 значит 4800 стоит нордик 15 единиц Амнитроп стоит 5700 5700 он стоит Рус 6000 почти То есть он дороже в 6 раз Дорого А ты говоришь Плюс Я тебе во многом скажу У нас В России Особенно у топовых спортсменов Они многие начинают Упираться В такую вещь Как фармакология Считаю Что только она решает Твой успех на сцене Вторым почему-то Идет номером У всех питание Да Сожрать побольше Еда и все остальное И третьим номером У всех хотят почему-то тренинг Я считаю Что тренинг В этой связке Имеет первое место В плане формирования Да И наращивания мышц А у нас Вообще У подавляющего большинства Тренинг почему-то стоит Третьим номером А первое это Блин фарма Потом пожрать Куриных грудок А потом покачаться Ты знаешь Ты как бы В общих чертах В глобальном плане Сказал правильно Но просто немножко Не до конца развил Я хочу просто немножко Эту тему развить То есть Однозначно Когда есть фарма Когда есть Немоверное количество питания И когда есть тренинг Ты в любом случае Мышцы наберешь Ну это да Надо С большим количеством фармы И питанием Можно даже не качаться Мышцы будут растеть Да Они будут у тебя Но просто вот В каком виде они будут Ведь все-таки Бодибилдинг это спорт Это пропорции Это Вот именно Какая должна быть Внутренняя красота Эстетика А когда ты очень большой Да Ты мясистый Очень большой Но у тебя нет пропорций Потому что ты Везде Мясо куча Это от того Что просто Ты тренинг Да Ты просто к тренингу Относился неправильно Вот правильный тренинг Он и поможет тебе Набрать именно В тех местах Мясо Да Где это необходимо Чтобы были пропорции Вот в этом и заключается Уровень тренера Когда тренер видит И фактически тебя лепит То есть тебе вот не хватает Там Задних дель Мозгол Да Давай делать Я сегодня просмотрел Мотивашку Спортфаза Мотивашку Этого Декстера Джекфина Русс Это что-то Не-не Ты не понял Это Ну это Их реально Их единицы Вот в таком виде Как они Декстер самый Во-первых Клевый Мне кажется Из спортсменов Во-вторых Я встречал много Профессионалов Да С кем-то Так скажем Долгое время Там удавалось Короче Декстер самый приветливый Вот прям Вот он приветливый Он дружелюбный Остальные Либо не дружелюбные Либо явно Туповатые Как Беграме Например Вот Ну Беграме Да А Декстер клевый Такой прямо он Он такой Он такой Улыбашка Вольф нормальный чувак Вольф Вольф он наш Так скажем Знаешь где он Жил Долгое время Где? Вот я родился Сам Я сибиряк В Кузбассе Вот он В Кузбассе Жил где-то Там То ли В осеннике Такие города Есть шахтерские Вот он оттуда Давай Название движения Не знаю Делается вот так Поехали Окей Тренажер Суперсет Подожди В тренажер пойдем В тот Который ты показывал Так давай сразу Поставим туда Я поставлю Ты делай Где он А вон Да И поехали Молодец Лопатки сожми Главное Чтоб спина была Примерная Вот Очень хорошо Вот я выступаю Потому что в кайф А вот ему Видите Блин Надо первое место Главное выиграть Хотя как бы Есть Есть возможности Так скажем Наши Топовые люди В нашем бодибилдинге Уже так тоже Смотрели форму Миши И Ну прям вот Личными сказали Что да Как бы У вас все круто идет Вы можете Если сделаете максимум Выиграть Причем Выиграть что Питер Выиграть И Россию Действительно Будет очень сложно Я на самом деле Не уверен Что мы до России Станем терпеть Потому что Миша все-таки Миша не тренер У Миши очень серьезная работа На которой Так скажем Тяжелого интеллектуального труда И Посмотрим По форме У него как бы Вот есть цель Он хочет на Кубке Северо-Запада Выступить Максимально удачно Будем из этого Уже исходить дальше Ну конечно Большой молодец Хотя мне кажется Он должен быть уже Пиздец как доволен Потому что То как он выглядит То как он стал Выглядеть сейчас С исходными данными Ну Блять Что-то на уровне Почти невозможного Он сам с собой сделал С небольшой моей помощью И Короче Учитесь Быть довольными собой Не останавливайтесь Да Стремитесь к большему Но все-таки Учитесь говорить себе Учитесь вовремя Хвалить себя За какие-то Ваши успехи Это очень важно И это наверное Мотивирует Потому что Есть этапы определенные Да В жизни В работе В учебе Да Чтобы там Допуститься к экзамену Нужно сдать определенные Примуточные зачеты То же самое и здесь Ну допустим Не в этом сезоне Золотую медаль Через год Можно золотую медаль выиграть Но Я каждому спортсмену говорю Если ты не выиграл сейчас То этот турнир Часть твоей тренировки Эту часть Посмотреть свою форму Пропорции Позирование Сравнить себя С лучшими Просушиться После того как Ты просушишься Да Первый раз Или там И еще второй И третий Участливаться Еще быстрее обмен веществ Ты еще лучше набираешь Ты набираешь еще качественнее Участливаться Сушка дается легче И так далее И так далее И так далее Это нужно учитывать Паникуй Ну ты прикинь Паникуй Не паникуй Все равно получишь Получишь Да Получишь Вынос магазина Ну прикинь Там у людей По паре магазинов А у них заходят И выносят на миллион товара А это половина их оборотки А люди купили Это его закон У них все документы Они же не знают Что импортер вез по кривому У людей все есть вроде бы И СГР И знаешь И накладные все И все остальное Нет у них нихера Нет Ну что ты мне сказки рассказываешь СГР получить проблема Нет у покупателей Нет У магазина Магазин же не ввозит Сам серый товар Магазин покупают у импортера Магазин все делает честно А импортер все делает криво А платит за это магазин в итоге Вот в чем самое неприятное Ну ты не упади по дороге Что это такое Ты для камеры Страдательский вид делаешь Или что Да не Ну правда Ты же видел Я старался У меня были силы А сейчас кончились Я старался Я старался Все Все Рус В общем В общем и целом Вы видели тренировку На дельте Ее можно использовать И в процессе набора массы И в процессе Сушки И просто диеты Миха жив Цел Немножечко поныл конечно Это все от нехватки наверное еды Да нет Ну это же нормальное мнение Я думаю что еще Пару тренировок мы для вас снимем Мих снимем Снимем конечно Спину все просят Как ты Спину и ноги Спину и ноги Да Ноги Миха сам хочет Вот А спину просили вы В общем Ребята С вас лайк С вас комментарии Репост Подписка Всем пока 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 Субтитры сделал DimaTorzok